Погоны Погоны. Вот что берегут солдаты, это то, что объединяет их всех. Именно такую форму для памятника воинам внутренних войск выбрал Константин Аникин. Офицер запаса сам стал автором идеи по созданию такого памятного знака и разработал его внешний вид, поясняя, что вложил в эти погоны особый смысл. Любой офицер в своей работе опирается на солдата, на своего подчиненного. И памятник здесь воинам внутренних войск, солдату, простому, который нес на себе все тяжести решения воинской службы. У нас не было своего памятника, куда бы мы могли в праздничный день прийти, возложить цветы, увидеться, вспомнить боевых товарищей. Теперь такая возможность есть. Создание уникально. Мемориал воинам внутренних войск всего третий в стране. Поэтому для Самарского подразделения это особая гордость. Для размещения памятника был выбран сквер ветеранов в Куйбышевском районе. В будущем он станет важной площадкой для патриотического воспитания и точкой культурного просвещения. Все вопросы, связанные с патриотическим воспитанием, связанные с увековечиванием памяти действительно тех, кто этого достоин, кто этого заслужил, в том числе ценой своей жизни, они имеют государственную значимость и важность. После торжественного открытия ветераны службы, представители других ветеранских и военных движений и организаций возложили цветы к мемориалу. Имеем честь служить во внутренних войсках, имеем честь держать оружие в руках. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.